В Минсельхозе решили уже сейчас, задолго до начала полевых работ, обсудить проблему разрастания борщевика. По словам министра Князева, все потому, что зима, самое время подумать и спланировать действия. Совсем скоро муниципалитеты будут принимать бюджеты на следующий год, где должны быть заложены средства и на уничтожение сорного растения. Впрочем, нам не менее важно выбрать эффективный способ борьбы с вредителем. Константин Куратов продолжит. О том, что косить борщевик вручную или механизированным способом не имеет никакого смысла в деле борьбы с опасным сорняком, ученые твердят уже много лет. Но если раньше к ним прислушивались мало, сейчас это стало очевидным. На реальных примерах ежегодных антиборщевиковых кампаний весь юг и центральные районы Коми поняли, что ситуация с каждым годом только хуже. Борщевик становится некой нашей визитной карточкой, когда гости приезжают к нам на всех видах транспорта, включая самолеты. В народе уже есть поговорка, что борщевик – это Коми укроп. Поэтому тут есть тема для работы и для наших транспортников, где обслуживают дороги и наши аэропорты. Если на сегодня не предпринимать никаких шагов по уменьшению и ликвидации данного сорняка, то лет через пять будем утопать все борщевики. Проблема уже вышла за рамки ответственности только Минсельхоза. Пора подключиться и местным властям, и собственникам земель. В декабре 2015-го решением правительства России борщевик официально признан сорняком. У пользователей участков появилась и ответственность за его разрастание. В этом году пять таких оштрафовали. Но главное, теперь есть законное право вести целенаправленную работу по организации борьбы с опасным врагом улиц, огородов и полей. Хотя зачастую наличие сорняка на полях дает аграриям фору. У нас территория, занятая борщевиком, она исключает вот эту фазу, когда зарастает лиственными породами. И то есть гель очень медленно начинает возвращаться на отвоеванную когда-то у нее территорию. Поэтому борщевик вот эти территории консервирует до тех пор, когда у человека не дойдут руки использовать эту территорию. Главное, что нужно понять сегодня всем, надо отказаться от одномоментного решения проблемы. Чтобы избавить территории, нужно действовать по четкому плану, начиная с приоритетных участков. Действительно, работающих способов три. Один из них – использование гербицидов. Уже начали пробовать, например, этим летом в Сыктывкаре обработали один участок. В населенных пунктах этот способ эффективен и безвреден для людей. Хорош также и в придорожной полосе. Так что обработку этих участков вице-премьер предложил внести в расходы дорожного фонда. Однако на широких площадях использование химикатов слишком дорого и, может быть, уже небезопасно. Больше подойдет механическая вспашка и посев замещающих растений. А вот для совсем небольших участков лучший вариант, доказанный учеными и проверенный многими дачниками, на год укрывать молодые побеги плотным материалом. Вкладываются эти одеяла с песком, которые… Борщевик погибает, допустим, на следующий год переносится с одного места, допустим, следующие пять, допустим, километров закрываются. И таким образом на третий год еще пять километров. Ученые коми готовы помочь спланировать стратегию выбрать приоритетные участки, с которых необходимо начать борьбу, и эффективные способы для каждого отдельного населенного пункта и ландшафта. Например, такие программы они уже подготовили для села Летка Прилузского района, Сыктывдинского, Зеленца, работает по Сыктывкару. Для начала хотя бы прорезать шестиметровые буферные зоны, освобожденные от сорняка. Их он перепрыгнуть уже не может. Главное, программу нельзя останавливать, и надо подготовиться на беспрерывную работу в течение нескольких лет, и участок за участком отвоевывать территории. Понятно, что для скудных бюджетов сел и поселков это может стать непосильным бременем, поэтому муниципалы и аграрии считают, для финансирования работы нужна новая республиканская госпрограмма.